Всем привет, дорогие друзья! С 10 августа Россия открывает наконец-таки авиаперелеты в Анталию. С 1 августа начнутся перелеты в Стамбул, в Анкару, а вот с 10 уже в туристическую Анталию. Я думаю, что все мы ждали вот этого вот события, те, кто любят Турцию, те, кто бронировали туры по раннему бронированию, да. И у нас очень-очень много вопросов в связи с предстоящей поездкой, как это все будет выглядеть, что можно, что нельзя, какие сейчас правила новые по перелетам. В общем, все эти вопросы мы сейчас с вами зададим директору туристического агентства ЛС Тур Люби. Она нам сейчас все расскажет, объяснит. Оксана тут у меня уже подъехала. Сейчас Оксана у нас привет. Немножко побудет оператором, потому что у меня целый лист вопросов к Люби. Плату. Что ты хочешь? Качественные дополнительные платы? Ну, не знаю, надо подумать, что с тебя. Пойдемте. А то все думают, что Оксана мягкая кушастая за доплату, как бы хотели. Так, в общем, смотрите, вот такие вот листы с вопросами, потому что вот это все зрители спрашивают, вопросы какие интересуют. Ну, первый вопрос, самый основной, новые правила перевоза пассажиров в связи с коронавирусом. Что-то поменялось сейчас или нет? Поменялось, конечно. Во-первых, все должны быть в масках, это обязательно. В самолете. В самолете. И по приходу в аэропорт сразу термометрия. Потом в масках, желательно в перчатках, но уже как бы по себе знаю, что не обязательно. Вот. Обязательно в самолете сидеть в маске. Ну, детям это не обязательно. А вот все багажи убирают наверх, то есть по минимуму. По минимуму ухождений в самолете. Ну, как-то вот. Слушай, подожди, ну а вы вот реально сидели в масках? Вот мы летали, у нас в масках только сели все? Попросили. Да, я сняла маску, попросили одеть маску. Ребенку не нужно. Лена, точно, точно. Так, а вы знаешь, ну я не знаю, просто за границу-то мы еще не ездили, говорили, что будут какие-то ограничения по ручной кладе, что там якобы ручную кладь вообще сейчас не допускают в самолете. Нет, все допускают, все нормально. Все допускают. Но Рдвин даже 8 килограмм сделал в ручной кладе вместо 5. Люк, часто вот распространенный вопрос, ручная кладь. Вот ручная кладь, допустим, ноутбук считается в ручной кладе? Ну, не всегда. Он не взвешивается вот дополнительно? Но все зависит от компании, то есть в какой компании летите лучше заранее посмотреть. Но я знаю, что вот в Аэрофлоте точно, что когда я лечу с рюкзаком, мой рюкзак не проверяют на ноутбук, его дополнительно к багажу не суммируют. Так, ладно, при отмене туров предлагают вот сейчас ваучер или возвращают живые деньги? Как вот сейчас вот те, кто раньше купил? Сейчас денег не возвращает никто. В том числе даже Библиоглобус, который обещал слезно всем вернуть. Потому что принято постановление, 169-й, по-моему, федеральный закон, я не помню. Который обязывает, ну, как бы все туры, туроператоры, все туры забронированы до 31 марта. А вот можно не возвращать деньги, можно вот этим ваучером или депозитом. Либо турист соглашается на другой тур, либо он ждет. Если он никуда не соглашается лететь, то до 31 декабря 2021 года ему обязаны вернуть деньги, да еще и с процентом поставки и рефинансирования. 1 к 365, да, но уже постановление принято, которое оговаривает некоторые оговорки. Сейчас надо прочитать, ну, допустим, людям, которые инвалиды, по-моему, обязан туроператор вернуть деньги, вот, в течение 90 дней с момента обращения, несмотря на этот закон. Ну, подожди, а так до 21 года? До 21 года, до 31 декабря никаких возвратов. Но оговорки есть, вот они буквально на той неделе, по-моему, вступили в силу. Это вот инвалиды, по-моему, еще безработные какое-то время. Ну, в общем, надо уточнять, малообеспеченные. Ну, в общем, в основном сейчас ваучеры. А вот смотри, а как вот по стоимости, допустим, кто в апреле должен был ехать? Ясно, что тур дешевле стоит, чем те, допустим, кто в августе. Туроператоры в этом случае, практически все туроператоры, переносят валюту, вот, в валюте тура. То есть, если мы оплачивали по курсу евро 70, значит, и перенос будет по курсу евро 70. Практически все. У каждого туроператора немножко индивидуально, но в основном все так делают на туры. Слушай, а как же вот скидки? Вот, допустим, они же покупали по раннему бронированию, но и было дешево, допустим, по раннему бронированию. Если вы берете ту же страну, те же даты, те же параметр тура, то никакая сумма, которая там была 100 тысяч, а стала 180, вас не касается. Эти переносятся деньги исключительно в той же сумме. И все, под ключ. То есть, никаких дополнительных оплат не будет. А что нужно? Заявление какое-то написать? Вот, допустим, вы же продавали по раннему бронированию. У вас какая сейчас процедура? Да, да. Можно просто... Почти полететь в августе, да? Ты купил на апрель, а ты хочешь в августе. Да. Что нужно сделать? Ну, это мы еще делали в мае, в июне. Мы просто переносили даты, кому на август, кому на сентябрь. То есть, без заявления, без сил? Ну, как бы заявление такое. Можно на словах, можно от руки, можно на электронную почту. То есть, вы просто смотрели по наличию места и все? Да. По наличию места. Так, значит, есть ли сейчас туры без питания? Вот сейчас же в основном там пятерки открылись, да? Но какие-то четверки открылись. Вот я знаю, что многие тройки не открылись, там двойки не открылись. Если по Турции, которая открылась? Ну, все по Турции сейчас. Пока нет. Пока нет. Пока нет. Сейчас только пятерки, четверки, по все включено. То есть, без питания сейчас нельзя забронировать. Так, значит, какие другие направления, вот помимо Анталии, есть сейчас, вот с 10 августа, там Измир, допустим. Даламан и Бодрум есть. А, Даламан и Бодрум. Измир пока не видела. Ну, в общем, с 10-го только получается Анталия, Даламан и Бодрум. И Бодрум, да. А если люди хотят в объезд, допустим, Стамбул с первого числа открыли? Москва-Стамбул, Стамбул-Анталия, пожалуйста. Можно, да. Вот те, кто там, допустим, забронировали тур, а вылететь не могут. Полетят через Стамбул. Вот сейчас буду узнавать. Вот сейчас буду узнавать. Ну, в принципе, другие частники так делают. Москва-Стамбул, пожалуйста. А дальше, где хочу, там и отдыхают. А, подожди, а с первого числа чартеры будут или будут такие вот регулярные рейсы в Стамбул? Стамбул и Накара. Нет, регулярки. Туроператоры навряд ли будут ставить, я не вижу смысла просто. Да. Потом, значит, есть ли вылет из других городов? Вот помимо Москвы, Петербурга и Ростов-на-Дону. И Ростов-на-Дону. Пока все. Ну, это потом со временем. Ну, думаю, конечно. Только 24 мая все сообщили. Еще сегодня, считай, в понедельник. Да, 24 июня. Пока что, в общем, еще информации такой нет. Сильно такой нету, но из трех уже есть. Ну, от Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. Так, значит, смотри, вопрос. В январе 2021 года истекает срок загранпаспорта. В сентябре еще можно полететь в Турцию? Получается, это за сколько лет? По-моему, три месяца реально. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Да, три месяца, по-моему, реально. Вообще официально шесть, но как бы закрывают глаза и все летают. Пропускают, да? Но вообще официально шесть. Да. Но можно улететь. Так, в самой Турции ты сейчас слышала, не слышала, сохраняется масочный режим? Нет. Все без масок тоже уже ходят? То есть уже вот так вот прилетите, из аэропорта вышли и масочку можно снять? Масочку сняли и все. Потому что говорили, что там 900 лир, по-моему, стоил штраф был за маску. В Сочи, в Краснодарском крае, в Крыму тоже сказали. Маски везде, чуть ли не на пляже и так далее. Ни единого человека, ни единого сотрудника, ни в одном кафе, нигде в масках. А, даже в кафе нет? В кафе нету. Магазины, допустим, там сетевые, магнитные, например, есть. Слушай, а в Ялте во всех кафе? Вот. В масках, во всех кафе. Я прям удивлялась. Такая же Риша там в Ялте и все в Москве. Нет, в Сочи нет, по крайней мере. Да. Тест на коронавирус в Турцию. А, вот этот самый главный вопрос, что нужно ли брать справку с собой, когда ты летишь в Турцию? И как вообще вот это сейчас все регулируется? В Турцию справку брать не нужно. Не нужно. Об отрицательном. Если при измерении термометрии, у всех, все заполняют анкету в самолете, сказали. Дают анкету. Каждый заполняет свой контактный телефон, название отеля, сколько с ним человек прилетело. И если у кого-то при термометрии обнаруживается высокая температура, Тур даже рядом сидящих пассажиров начинают проверять. Но все будут по отелям пока. Может быть, даже будут изолированы по отелям. Не обязательно поймите. Как-то так, скорее всего, будет. Ну, пока так сообщили. А если вот прям высокая температура, у тебя 40 градусов, ну, допустим, поднялась, у тебя в самолете 40. Ну, еще пока, конечно, претендентов не было. Как вот отправят? За чей счет назад? За счет туроператора или за наш счет? Вот если ты там разболелся, не знаешь? Скажу так. Был прецедент, когда прилетели в Калининград. У одного из туристов поднялась температура. И рядом с ним сидящих пассажиров всех отправили на две недели за свой счет в карантин. В карантин за свой счет там же в Калининграде. Там же в Калининграде. Вот такая. Вот по Турции еще не могу сказать. Ничего нет. По Турции пока еще, видите, нет такой информации. Так. Значит, ну, понятно, что это если в самолете рядом обнаружат вот человека, который с вами летит, то вас могут изолировать потом. Ну, дай бог, чтобы такие не попались. Сумма страхования сейчас изменилась или нет? Вот от коронавируса сейчас дополнительная страховка какая-то есть или нет? Или вот все в одну страховку входит? Пока все в одну страховку, потому что со страховыми тоже большая проблема. Многие страховые уже, у многих заканчивается в августе, в сентябре, страховое и финансовое обеспечение. И многие уже не хотят страховать туроператоров, потому что еще и коронавирусы. Ну, то есть, как бы наши страховые компании, я так понимаю, не горят желанием включать вот это вот лечение. Ну, подожди, а мы вот сейчас летим, тур мы купили. У нас в страховку это входит или нет? Нет. Если вдруг... У вас обычная медицинская страховка на 40 тысяч евро на человек. Ну, вот 40 тысяч евро. А если ты заболел ковидом, если это входит в 40 тысяч евро, там, в лечение? Ну, конечно. Да, ну, войдет, я думаю, конечно. Ну, а если сверху же траты какие-то, то, соответственно, будет сверх трат. А вообще есть какая-то страховка, там, допустим, если ты заболел? Я имею в виду, там, не вылетел или еще что-то, что-то вот дополнительно оформить. Заболел перед вылетом, допустим. Да, то есть можно приобрести. То есть страховка от невыезда приобретается минимум за 7 дней до вылета или раньше. Если 7 осталось дней, то страховка от невыезда уже не оформляется. Но страховка от невыезда, она сразу же идет вместе с туром. То есть если вы купили тур вчера, а сегодня захотели добавить страховку от невыезда, как правило, прооператоры не добавляют ее уже. Потому что мало ли уже что-то случилось, и тут вы решили сразу сделать ноги назад. Так, значит, многие ли вот сейчас покупают в объезд, есть уже такие вот варианты, когда там через Белоруссию летят, допустим. Пока не было. Пока не было. Пока что у вас не было. Так, 5 лучших отелей эконом-класса в Турции. Ну, допустим, пятерок, но такие не Rixos, но достойные, чтобы было и питание нормальное, и море нормальное, пляж нормальный. Пятерок. Пятерок. Пятерки. Ну, пятерки сейчас основные. Ну, я не могу сейчас сказать, конечно, открытые они или нет. Ну, вот тебе понравилось, что уже много было. Ну, вот, гринмакс в Белеке. Гринмакс. Ну, это да? Ну, как, пятерка в Белеке, одна из дешевых. Одна из дешевых. Ну, как, эконом? Ну, не эконом, я имею ввиду, ну, знаешь, сама понимаешь, есть пятерки лакшери, да, когда там, ну, вот, типа Rixos, там, допустим, какие там еще, ну, там, Сивену, да, Лаш? Пегасос, хороший, Пегасос Делюкс, Пегасос Резорт. Ты слышала такие Пегасос? Да, конечно. Но я не была ни разу. Ну, я слышала давно о них. Ну, вот, опять же, Жусениана. А Цезарь? Цезарь? Похуже, да? Сиде Цезарь не очень. А вот мы в Белеке были? В Белеке приличные. Отлично отель. Ну, не могу тоже сказать, что эконом. Сейчас он стал не эконом, он был когда-то эконом. А был тогда эконом-эконом. Так, а худшие отели, вот, на которые жалуются пятерки, ну, худшие? Вот я сразу скажу, а Скаймак, Инжекум. Да, Скаймак, да, Инжекум. Ни в коем случае жуткое питание. Не, ну, территория у него хорошая, расположение хорошее, а вот питание, конечно, и обслуживание тоже. Каплан Парадайз в Кемере плохой. Каплан Парадайз. Я бы так сказала. Запомните. Так невозможно сказать уже полгода прошло. Ну, вот, знаешь, может быть, кто-то вот приходит, вот, жалуется, говорит, зачем ты меня туда отправила, больше туда ни за что в жизни не поеду. Ну, вот, допустим, есть в Белеке Ликея Ворлд. А, Ликея, я слышала. После того, как они, да, вообще хорошие отзывы были, но я так понимаю, что там очень часто меняются хозяева отелей, и поэтому в последнее время, ну, я бы сказала, отель вообще не очень. Сама была. Ну, ты во многих была. Ну, да, мне есть с чем сравнить. Ну, вот какой тебе вот понравился так, что прям вот вообще на 100%. Глория. Глория. Глория Верде, Глория Серинити, Глория Кольф. А, ну, это какие-то такие супердорогие, да? Ну, они более или менее приличные по цене, но они реально цена и качество. Потому что уровнем обслуживания они были, как Макс Роял. Ну, Макс Роял у нас рядом. Да, но только по цене, конечно. Даже Макс Роял, по-моему, у нас был рядом с этим Сентида Зайнеп, по-моему, да, он рядом находится или нет? Сентида Зайнеп. Глория идет, Сентида Зайнеп. Да, да, да. А, нет, ну там, ну, возможно, да, он в Белеке один Макс Роял, в русском мире. Да, классный отель, советую. Да, это точно. Значит, аэропорт Газипаша сейчас пока что будут какие-то туда туры или нет? Пока нет. Пока что нет. Я думаю, что пока не будут выставлять. Что Газипаша рядом в Салании находится. А, по минимуму, ну, вот я смотрю, сейчас уже аэрофлот, Туркиш, еще какие-то там. Но все равно они сейчас будут смотреть, как идет загрузка. То есть, как идут брони и так далее. А есть какие-то сейчас вот лимиты, не знаешь, ты не слышала, что вот в аэропорту, допустим, сколько рейсов? Раньше там, допустим, в день 40 рейсов. Нет, ну, лимитов-то нет, просто я думаю, что исключительно по загрузке. Ну, например, Пегас там прошлым летом летал 4 или 5 рейсов в день было, сейчас 2. Два рейса. Вот, допустим. Пока что. Пегас. Пока что еще. Да. Ну, а у вас уже какое-то расписание сейчас на месяц есть, на август или нет? Я думаю, на этой неделе будет составлено. А, на этой неделе, ну, то есть еще рано, потому что мы идти только-только. Так, индивидуальный транспорт. Вот скажи, пожалуйста, очень многие зрители хотят индивидуально доехать. Ну, вот GetTransfer, мы обычно всегда заказываем GetTransfer. В том году ты нам посоветовала какой-то новый транспорт, очень понравился. Intui Travel. Intui Travel, вот, запомните, я подпишу Intui Travel, то есть можете позвонить. Ну, это да, это транспортные перевозчики, они официальные, все там вроде всегда встречают и так далее. Ну, один раз мы нас забыли. Да? Каким транспором я звонила. Вот GetTransfer, Intui, как-то, ну, там и цена подороже, чем в Getе, но в Intui как-то лучше работают. Потому что через туроператора трансфер индивидуальный это достаточно дорого, ну, в два раза, я бы сказала. Ну, вот таких два основных, вот вы заказываете себе два основных. GetTransfer, да, и Intui Travel. GetTransfer и Intui. Ну, вот мы ездили и тем, и тем, в принципе, нормально. В среднем в том году до Алании 100 долларов стоил трансфер из Анталии, индивидуальный, в Мерседес, там, обычно какой-нибудь автобус, там, на сколько, на 8 мест, да, или на 12. Ну, да, да, Витабиана. В общем, хорош, да. Увеличился ли сейчас спрос на тур в Турцию с открытием границ? Увеличился. Увеличился, то есть вот, допустим, мы вчера смотрели, нашего рейса уже вообще нет, вот, который мы бронировали, его уже, в принципе, вообще нет, да? Да, я не смотрела пока еще. Не смотрела? Ну, то есть, как бы... Нет, ну, прям спрос есть, и цена вот прям за час, за полтора может меняться. Угу. Видимо, от спроса выросли. Сильно выросли. Даже с пятницы, даже с суббота. Ну, вот мы бронировали, да. Уже на следующий день уже цена была выше, поэтому торопитесь сейчас быстро заказать, если кто-то хочет. А, возраст. Мишустин же одно время говорил, что там 65 пускать не будут, 70 пускать не будут. Что-то сейчас приняли по этому поводу или нет? Или все по-старому будет? Я думаю, что все по-старому, потому что сначала сказали открытие границ, помните, было по медицине, по учебе и так далее. Сейчас таких оговорок нет. Все, открываем и открываем, без условий. То есть, получается без условий. Без условий. Пока что по возрасту никаких условий нет. Так, ну и последнее, а нет, предпоследнее. Если тур в отель куплен, а отель не прошел систему сертификации или закрылся, вот что делают в этом случае? Допустим, вот с 10-го открыли, ты тур купил, тебе уже лететь можно, а отель не открылся. Переброй на другой отель. Туроператор предлагает альтернативный вариант, который более или менее соответствует этому отелю. Ну и естественно, я думаю, что по той же цене. Ну вот, по крайней мере, нам Тунис предложили аналогичный вариант по той же цене, то есть без лишних. Слушай, а я вот слышала, что сейчас даже некоторые туроператоры не знают, открылся отель или нет. Люди приезжают на место, отель закрыт, и их там на месте уже в какой-то другой отель. В Турции? Да. Я думаю, что к 10-му августа все откроют. К 10-му августа? Да, я думаю, что это точно. Все хотят, потому что там будет, мне кажется, аншлаг. Так, значит, мы весной бронировали тур за 100 тысяч, но все перенесли на осень. Сейчас наш отель стоит 200 тысяч. Должен ли туроператор предоставить нам тур по забронированной цене? Оператор тест-тур. Лично у нас заявки тест-тура перенос по той же цене был. По той же цене. Да. С мая на сентябрь перенесли по той же цене, без каких-либо доплат, с сохранением всех тех же параметров. Количество ночей, человек, питание отеля, все. Ну и самое главное, куда обращаться, если что-то случилось у тебя там на месте? Ну, я имею в виду, не по страховке. Если по страховке, то вы звоните по страховке. А если вот что-то, это вопрос там. Ну, вот обычно куда? В посольство звонят? Нет, ну сначала туроператору. А, сначала туроператору. Да, потому что все-таки гид как-то ответственный за вас, туроператор гида. Если уже он не может помочь, можно позвонить в агентство, где вы брали тур. А если ты через Тривилату, допустим, покупал там или? Ну, тогда, я думаю, что, наверное, в посольство. Ну, а вообще... Вот для этого и существует турагентство. И туроператора для этого существует. А, подожди, очень важный вопрос. Скидку, какую вы делаете скидку? Делаете вы скидку кому-то или нет? Вот, допустим, нашел человек там на Туе или там на Короле тур, допустим. Стоит он 200 тысяч. Вот пришел он сюда и говорит, вот я там нашел за 200 тысяч. Какую-то скидку еще можете дополнительную сделать? Ну, сейчас туроператоры все поубавили проценты нам. Я находила, и Люба мне делала скидку. Да. Не, ну, Люба-то нам-то делает скидку, но это еще на... Скидки возможно, но все, опять же, зависит от туроператора. От отелей, есть акции от отелей, где больше. Ну, вот последние два года совсем туроператоры обленились, и нам начали маленькие комиссионные платить. Вообще выгодно сейчас агентству работать в агентстве? Вот вы как пережили вообще весь этот кризис, что вы не работали несколько месяцев? Россия спасла или нет? Нет, не спасла, конечно. Ну, нету такого спроса на Россию, нет. То есть, как бы, все равно все вот ждали, что-то ждали многие, потому что, ну, нереально в России отдыхать из-за таких денег. Если более-менее приличный вариант, он просто выходит в копеечку, в огромную. Ну, вот Люба недавно говорила, Бридж-ресорт, вот, отель, да, сколько ты брала на неделю? Да, допустим, за неделю бронируешь, за полторы. Можно за 100 тысяч взять на завтраках на двоих. А если ты хочешь вот за два дня, как раньше вот эти горящие были, то 170 сразу, пожалуйста. Сейчас горящих нет? Нет. Они только просто воспламеняющиеся. Несколько раз выше. Ну, потому что сейчас спрос, мне кажется, увеличился, все хотят куда-то уехать, поэтому сейчас, мне кажется, поймать таких предложений невозможно. Ну, и вот что-то еще открылось для россиян, помимо Турции? Ну, это любители Турции. А вот открыли Танзанию. Я не знаю, не будет. Вообще, в прошлом году и в этом году, в начале, не стал туроператор библиоглобусы. Возможно, поставят чартеры, но спрос на нее минимальный, потому что из туроператоров, турагентов, ну, вообще, то есть это неизведанный для нас рынок. Вообще не понимаю, почему ее открыли. О, дорого. Нет, даже не дорого, просто что там? Это Африка. Она не такая вот прям цивильная, как, допустим, Южная Африка, ЮАР, да? То есть, как бы, она достаточно бедная. Неизвестно, что будет. Ну, можно сделать вывод, что там нет коронавируса. Поэтому открыли. Все, Люба, спасибо большое, что мы тебя отвлекли. А, подождите, и самое главное, значит, у Любы агентство называется ЛС Тур. Визитка есть какая-нибудь с телефонами? Значит, работаем мы 21 год. Вы забронировать можете, в принципе, тур у Любы даже из любого другого города, правильно? Да, то есть, как бы, они вам все подскажут. Здесь Люба работает не одна, у нее агентство. И, соответственно, сейчас я вам покажу вот телефончики, все контакты. А что, Терина, расплывается? Расплывается? А так? Ну, сама сейчас покажешь. В общем, да. И обращайтесь, вам девчонки все подскажут, все забронируют. А эти билеты сейчас, можно все это электронно переправить. Конечно, все электронно. Сейчас не обязательно приходить в агентство. А оплачивать, соответственно, по карте точно так же деньги перечислять. Да, да. Да, так что вот такое вот у нас интервью сегодня получилось. Спасибо большое, Люба. Пожалуйста. Спасибо, Люба. Вот так вот, смотрите, у Любы называется ЛС Тур агентство. Здесь есть почта, есть телефон, адрес. И дом вот этот находится для тех, кто в Зеленограде, рядом с городским судом. Это у нас 20-й микрорайон. Ну, я хочу добавить, что, допустим, есть агентство, допустим, ну, которое разоряется. Ну, надо понимать, что, допустим, вот такие, как Люба, тур агентство, они не несут за это ответственность. Если, допустим, если разорится Ту, или Пегас, или Корал, то она просто помогает документы обращаться, допустим, в страховую компанию. То есть вы не думаете, что вот если вот, ну, обратились... Нет, агентство это посредник. Он может помочь решить какую-то мелкую проблему, но за всю ответственность несет туроператор, от которого вы покупаете тур. Поэтому очень внимательно выбирать туроператора. Она старается не работать с мелкими, только с крупными. Ну, а уж за крупных сейчас. Ну, а уж предугадать, там, разорится крупный туроператор или нет. Натали разорилась, это же вообще кто ожидал, крупнейший оператор. Натали, во-первых, оператор крупный, мы от них ездили, нам очень понравилась поездка. У нас там, кстати, был даже индивидуальный трансфер, даже мы не заказывали. Просто от Натали тур приезжал за нами автобус за одними. Может быть, других никого не было, я не знаю. А потом раз, вот, и они распались. Ну, не знаю, во всяком случае, вот на слуху те, которые давно, да, это Библиоглобус, Пегас, Коралл, Санмар, Азур. Азур, да, или как он называется? Не Азур, а, Анекс. Анекс, Анекс. Это у них компания Авиа, Азур. Вот, ну, это те, которые на слуху. Но, опять же-таки, никто стопроцентная гарантия, что там кто-то из них не разорится вдруг, по каким-то обстоятельствам, дать не может. Поэтому, если вот кто-то надеется на агентство, что вы в агентство обратитесь, и у вас какая-то защита будет от агентства, этого не будет. Вам просто помогут вот документы какие-то переоформить. Ну, вот у Любы всегда, в принципе, как бы... Ну, молодец. Она как профессионал своего дела. Да, мы всегда к ней обращаемся. Когда у меня есть возможность, там, я тороплюсь, да, то я могу сама на травелате быстренько оформить. Но что на травелате, допустим, что через Любу, разницы нет. Просто мне сюда иногда там идти нужно, допустим, да, ну, хотя недалеко. А на травелате ты быстро все это оформил. Но, опять-таки, на травелате особо спросить не у кого что, вот если там у тебя какие-то вопросы. А здесь ты всегда можешь, Люба, позвонить и спросить, что и как, и она всегда вам ответит. Поэтому вот такое у нас сегодня получилось интервью. Надеюсь, что на все вопросы, интересующие вас, ответили. Ну, а как оно будет, надеюсь, что мы полетим. Да, как мы, так и будем. И покажем уже, что там, как там, да. Не стоит из-за этого расстраиваться. Ну, это точно. Все, пока-пока. Пока. Пока. Вы видите, в туристическом агентстве одни сплошные карты, куда поехать. А наверху это благодарные туристы приезжают и дарят подарки. А нет, тарелочки покушать. Вот это вот. Тарелочки сидят. Угу. Красота. 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 Продолжение следует...